Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Сегодня я вам немножко поясню, как изменилась школа за вообще последний год. Вот новые курсы 2018, то есть Жанга 2, их цель поднять среднюю планку. Я сейчас поясню. Смотрите, ранее, когда человек приходил, то есть в школе уже более 10 суток видео, и человек может заниматься с самого нуля до профессионала. В связи с тем, что когда я начал создавать дополнительную школу, то есть решил перевести школу на многопрофильные обучения, несколько языков, и вы это можете почитать, нажав «Быстрый старт», «Быстрый старт», «Котлин» и «Испроведь программиста», да, сайт, есть в описании видео. И «СПБ» есть в описании видео. Здесь, если вы, вот они научились, посмотрите видео, здесь я много рассказываю о новой методике. Значит, данная методика заключается в том, что она совмещает в себе и изучение, и написание кода. Это получилось, возможно, благодаря тому, что мы работаем с рабочей лошадкой функции, изучаем язык в пределах функции. В общем, посмотрите. Какое отношение это имеет с Жанго? Потом, так же я начал работать с Пайтон, с людьми. То есть, как правило, когда человек, вот изучил, да, совсем новичок там, списки, словари, и так далее, и так далее, и так далее. Но у него проходит определенное время, и образуется определенный провал. То есть, в принципе, вот пока смотрю там уроки, понимаю, заканчиваю смотреть уроки, не понимаю. И, конечно же, зная ни один язык, я очень хорошо переосмыслил и начал давать задания. То есть, мы начали нарабатывать функции, потом начали нарабатывать то, что главное в функциях, то есть там аргументы, потом if, else, то есть начали тренироваться. В результате я увидел новичков, которые начали писать на двух языках в течение пяти месяцев. Вот эту же методику, немножко в измененном виде, я начал применять и для Жанго. Жанго написано в школе большое количество уроков, в разных, в классическом стиле. В общем, в любом случае, они написаны с нуля, с нуля, да, и человек дальше растет по ходу, спокойно занимаясь своим ритмом. С 2017 года уже довольно часто начали поступать сообщения. Сейчас я ищу кое-что, ребята. Ну, эти, конечно, промотаются. Грубо говоря, кто-то со школы переделал сайт там с PHP на Жанго. Кто-то пишет, спасибо, Валерий, курсы явились хорошим стартом, нашел работу программиста, взяли в банк. Кто-то, люди, вот на главной странице есть запись по курсам, сразу делал коммерческий сайт для центра медкомиссии и так далее, и так далее. В общем, по сути дела, мне понадобились несколько лет, чтобы выработать такую вещь, да. Но теперь о главном. Переписывать что-то, курсы эти, так, не так выразился. Для того, чтобы въехать в Жанго, то есть в школе большое количество курсов. При этом я написал очень четкое понимание статью. Вы зайдете на spb-retout.ru, вы увидите большими буквами, как правильно изучать Жанго. Другие методики не работают. Это правда. Потому что в Жанго надо привыкнуть к их переделкам. Иначе толку не будет, вы не сможете переделывать по себе библиотеку. Я понимаю, что для новичков это звучит вроде бы как дико, как переделывать библиотеку, если мы ничего не знаем. Ребят, это приходит само. Приходит обязательно. Ну ладно, давайте теперь к сути. То есть мне пришлось много пояснить, чтобы вы понимали, что изменения пошли вообще в ключе всей школы. И вот, когда я начинал курс Жанго 2, я поставил себе цель. Значит, ранее в школе считалось средний уровень. Это написание блога, сайта. Ну то есть довольно простых вещей. По сути дела это должно делать большинство. То есть это и есть средний уровень. А оттуда уже кто-то растет быстрее, кто-то медленнее. И каждый растет в своем направлении. Сейчас я решил для себя поднять планку. То есть сделать средний уровень. Это написание социальной сети. Так я начал двигаться по двум направлениям. И начали мы опять же... Сейчас надо несколько пояснений. Мне понадобится сайт Жанго. То есть довольно неплохо разбирают Жанго. Значит, опять же, если посмотреть, вот это и есть, грубо говоря, я его называю, ядро Жанго. Мы пошли опять плясать от ядра. Единственное, что мы начали делать. Если вы посмотрите курсы, мы запаслись инструментами раз. Во второе, мы сразу начали более подробное рассмотрение. То есть то, что нам необходимо. Ну, например, в моделях мы рассмотрели уже очень глубоко все виды моделей. Обычную модель, абстрактную модель, прокси-модель. Потому что это не применяет. И далее начали двигаться. Далее была создана рубрика. Мне, наверное, проще зайти на курс. Вообще, группа, группа, все привязано к курсам. То есть не надо где-то там лазить по группе. Я на примере сегодняшнего курса. То есть смотрите. С одной стороны, к этому моменту я понимаю, что люди уже неплохо знают Жанго, но не сказать, что хорошо. То есть... Но я решил убрать этот пробел. Например, мы начали рассматривать настройки модели. То есть, по сути дела, чем отличались эти курсы? Сразу скажу, что в книгах этого нет. То есть я начал брать код уже с OpenSource проектов, то есть с открытых проектов, профессиональных. И, допустим, сегодня мы в этом курсе, конкретно 18-м, допустим, рассматривали настройки полей моделей. Мы уже для того, чтобы действительно достичь вот эту цель, то есть средним уровнем сделать написание социальной сети, и тут надо пару слов сказать. Понимаете, ребят, вот смотрите, сейчас я вернусь к этому моменту. Вот смотрите, попутно я на другом сайте. Вот этот сайт написан как социальная сеть. Это я для себя пробовал. Начал, конечно, и показывать, как вообще писать социальную сеть. То есть мы пишем, да? Это другой сайт. На СПБ мы как раз-таки занимаемся тем, чтобы глубоко разбираемся. Разбираемся глубоко. И смысл такой. Сейчас я перейду в группу. То есть в самом курсе я объяснил уже более очень подробно и показал, как это выглядит в проектах. Зачем те или иные настройки. То есть на данном этапе мы не можем позволить себе понимание, допустим, там, ай, ну поле, потом разберусь. Нет, эти поля мы должны, мы выходим на тот уровень, когда мы четко понимаем, зачем эта настройка, где мы ее будем применять. И именно в этом ключе начали даваться домашние задания. То есть смысл курса такой. Вот теперь я проговорю все вместе, да? Чего вот, наверное, 15 минут рассказывал, чтобы вы поняли подтекст. То есть я поставили планку, да, чтобы в средний уровень написать социальную сеть. Для того, чтобы написать там социальную сеть, нам надо определенные знания. Нам надо понимание моделей. Нам надо знание всего ядра. Ну, допустим, понимание тех же там, ну, просто вот в данном случае подвернулось, да, настройки полей модели. То есть в данном случае это должно пониматься хорошо, поэтому я говорю, что ребята показывают, да, в проектах рассказывают и дают домашние задания. При этом в домашних заданиях вы не остаетесь как бы один. То есть я направлю. Вот так мы отработаем модель. Но, опять же, ребят, я не, вот кто-то скажет, да, что, ну, а я не собираюсь социальную сеть писать. Ребят, да на самом деле то, допустим, мне обычный сайт писать, мне это уже давно не интересно. То есть делать школу из одного, из одного, второе долбить, нет, неинтересно. Школа у нас постоянно растет и уровень должен расти. Социальная сеть здесь вообще ни при чем. Дело в другом, поймите, сегодня абсолютно любое приложение, будь то мобильное, или это будет приложение веб-сайт, или это будет некая другая вещь, все они стремятся обмениться с сервером. Ну, веб-сайт понятно, но вот это приложение совсем другое. Ну, например, Инстаграм написан на Django, а серверная часть, а само приложение на Java, да. Я ставлю цели, чтобы вы научились писать сайты совместного использования. Даже если у вас магазин, то вам, возможно, понадобится написать модуль, чтобы пользователи могли общаться между собой. Это может быть вообще, какая-то часть сайта для совместного использования нужна для любого проекта. Но самое важное еще, что вы научитесь качественно делать серверную часть. Django это очень классный способ вообще понять, как работает серверная часть, потому что по ходу изучения Django вам придется разобрать, что такое GET, POST, запросы. Я говорю, к примеру, да, как работает сервер. По сути дела, дальше все зависит от кода. Но Django он надежен, стабилен и представляет собой очень классную вещь. Поэтому не надо сравнивать, допустим, тот же Django, что вот только для сайта. Можно просто для серверной части, для мобильного приложения. Второй момент. Опять же повторюсь, что мы с вами разобрали, что хочется поднять уровень средний до написания социальной сети или приложения для совместного использования. Потому что, а вот теперь представьте, где будет человек через года 4-5, вот с одной стороны, вот когда-то, как я начинал, с самого нуля, там с первого простого сайтика, это все есть в школе. А другое, вот сейчас человек пришел в школу, бац, и он начинает четко понимать, там, те же поля, те же модели, и уровень ставим ему, учимся писать в социальную сеть. Согласитесь, что через лет 5 он будет писать уже такие вещи, которые многими не снились, не снились. И не снились даже многим программистам, которые где-то работают. Просто потому что эти вещи надо знать, понимать, книг по ним мало, да. При этом книги я сейчас вообще не использую. Я ставлю несколько целей, то есть мы работаем с документацией, но уже связываем их с конкретным проектом. То есть у человека нарабатывается уже четкий опыт работы и понимания документации. У человека нарабатывается, так как он делает домашние задания, у человека нарабатывается уже... Как это сказать правильно? Уже стабильная работа с этим проектом. При этом, ну и у меня уже опыт довольно хороший, да. То есть мне уже неинтересно, допустим, объяснять те же простые сайты. И мне хочется, чтобы школа росла. Мне хочется, чтобы ученики школы делали покруче проекты. И все дальше, чем дальше, тем больше. При этом, насчет Джонга я закончил, да. То есть смысл вы поняли. Для тех, кто только начал с этого сайта, ссылка на сайт в описании видео. А сайт вообще spb-retout.ru. Я вам показывал котлин, да. На него тоже есть ссылка. Здесь почитайте, почему я рекомендую изучать два языка. Ну, в принципе, я и хотел рассказать вот об этом подходе в школе. Поэтому работаем и все. Что надо сделать? Да. Школа Джонга имеет пожизненный доступ. Приходите, значит, получаете пожизненный доступ. Недорого стоит. И занимаетесь. Шаг за шагом, спокойно, в свое время, в удовольствие. И будете писать, не волнуйтесь. Все пишут, не вы первый, не вы последний. Обязательно будете писать. Шаг за шагом, спокойно, в удовольствие. 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 Продолжение следует...